МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их называют спид-диссидентами. Но если болезнь существует, может быть, это кому-нибудь нужно? 31 год. Именно столько сейчас болезней под названием спид. Название появилось в июле 1982 года на медицинской конференции в США. Другие цифры, примерно 50 миллионов, были инфицированы ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. И примерно 30 миллионов умерли от болезней, вызванных спидом. Но почему сегодня всё больше специалистов утверждают? То, что принято объединять страшными аббревиатурами ВИЧ и СПИД, букет очень разных заболеваний. Или вообще наследственная патология. Примерно 30% людей, у которых имеется иммунодефицит, у них нет никакого вируса, его не обнаруживают. Более того, у очень многих людей, у которых есть заражение вирусом, никогда не разовьётся иммунодефицит. Питер Дюсберг, знаменитый американский микробиолог, настоящее светило вирусологии. В 1987 году его лишили Нобелевской премии в области медицины. Причина – вот эта книга. Её название говорит само за себя – «Выдуманный вирус СПИДа». А профессор Дюсберг доказывает, что его коллега Роберг Галла, объявивший о том, что он открыл некий вирус, разрушаясь иммунитетом, не представил никаких тому общепринятых доказательств. Книга стоила Дюсбергу не только престижной премии, но и всей карьеры. Финансирование его исследований было свёрнуто. Научные журналы стали отклонять его статьи. Коллеги публично объявили взгляды учёного уже научными. Но сегодня, спустя четверть века, практикующие врачи говорят об этом абсолютно спокойно. Есть вирус – это отдельная тема, а есть синдром приобретённого иммунодефицита – это отдельная тема. Ну, например, синдромом приобретённого иммунодефицита страдают все спортсмены, добившиеся приличных результатов в спорте. Как известно, при спиде в организме резко падает число клеток, отвечающих за сопротивляемость болезням. Но такое происходит не только из-за вируса иммунодефицита. При диагностике на ВИЧ с помощью так называемых ВИЧ-тестов сам вирус никогда не выделяется. Ни одним из этих тестов. Считается, что это очень дорого. Диагноз ставится, если у человека обнаруживаются некие антитела, которые организм вырабатывает в случае заболевания, ну, очень многими болезнями. Это может быть и грипп, и коль, и герпес. Но диагноз ВИЧ – нечто совсем другое. Это приговор. Люди, ну, после постановки этого диагноза, у них начинается стресс, депрессия на фоне стресса. А стресс – это один из факторов, которым иммунитет оподавляет, как это доказано давно. Ну, наукой. Некоторые… Жизнь кончается убийством и разрушается семьей. Но если человек хочет жить, он пойдет на что угодно. Так, может быть, здесь и нужно искать ответ. Откуда появился СПИД? По мнению американского медика Брайана Эллисона, эпидемия возникла в недрах Национального центра контроля и профилактики заболеваний США. В этой организации с ежегодным бюджетом в 2 миллиарда долларов работает несколько тысяч специалистов. Их задача – борьба с инфекционными заболеваниями. Но, по словам Эллисона, центр всегда пытался интерпретировать вспышку любого заболевания как инфекционную эпидемию, на борьбу с которой, естественно, необходимы большие средства. По официальной версии, родина чумы 20 века – Африка, а первые носители – обезьяны. Большинство вирусов, которые приходят человеку, который представляет опасность, они, конечно, имеют какое-то животное происхождение. Но вот как вирус от обезьян попал к человеку, да ещё так быстро распространился? Если говорить о сказочных гипотезах, то ещё в «Тысяча и одной ночи» в сказках есть упоминание о половой связи человека с обезьянами. Ну, это, как бы, так сказать, наиболее пикантный путь. Но наиболее вероятно, что передача вируса произошла из использования обезьян в различных экспериментах, в том числе в этих экспериментах переливали иногда кровь обезьян людям. Ну а далее – туристы, мигранты, наркоманы. В середине 80-х в США не было взрослого человека, который не боялся бы СПИДа. Соединённые Штаты тоже обвиняли Россию в том, что это Россия разработала этот вирус, потому что первой жертвой была именно Соединённые Штаты. Так казалось вначале. Но потом, когда установили, когда стали более тщательно изучать, оказалось, что к этому времени вирус уже довольно широко распространён в Африке. Президент Рейган должен быть благодарен фармацевтам за свою карьеру, считают некоторые эксперты. Его команда построила блестящую предвыборную кампанию, используя ВИЧ, точнее, человеческий страх перед непобедимой болезнью. Одновременно фармкомпания получила доступ к продажам лекарств, которые никому было не нужно. И, кстати говоря, оно же не работает. Мы же сегодня понимаем, что это всё глупости были. Лекарства против СПИДа не существует. Хотя за 30 лет на это потрачены огромные деньги и силы лучших учёных. Неужели впустую? Для большинства фармацевтических компаний выгодно вывести это в диагноз, выгодно с этим бороться, выгодно посеять страх, выгодно сформировать структуры, которые будут заниматься. Это большие деньги туда, миллиарды, как говорится, во всём мире выделяются. И даже не рублей, а долларов и евро. Фредди Меркьюри – самая знаменитая жертва СПИДа. В 90-е годы у меня было два таких самых ярких потрясения. Это смерть Фредди Меркьюри и смерть принцессы Дианы. А когда вышла песня «Show must go on», ещё никто не знал о том, что Фредди болен СПИДом. Но вот по настроению, а когда услышал первый раз эту песню, у меня вот сразу что-то, знаете, защемило. Она настолько музыкальна, по настроению, она там вот такая какая-то вселенская в этой песне грусть, несмотря на то, что там вроде какой-то такой жизнеутверждающий посыл, что шоу должно продолжаться, но оно действительно воспринималось как некое завещание. И буквально через несколько месяцев возникает вот эта история болезни Фредди Меркьюри. Лидер легендарной британской группы Queen умер в 1991 году. Всему миру объявили – виноват СПИД. Это дало новый толчок компании против неизлечимой болезни. Сразу кажется, что началась какая-то эпидемия, потому что имя одного Фредди Меркьюри, это уже, оно стоит, я не знаю, нескольких десятков или сотен тысяч случаев, связанных с простыми людьми, да, поэтому сразу возникает психологически, на подсознательном уровне у людей ощущение того, что это проблемы вселенского масштаба. Но спустя 10 лет журналисты выдвинули сенсационную версию его смерти. Гениальный музыкант стал жертвой заговора фармацевтов. Якобы его тайно заразили вирусом гепатита, при этом объявив больным СПИДом. Достоверности этой версии добавляют завесы секретности вокруг истории болезни Меркьюри и поспешная кремация его тела. Впрочем, Вадим Покровский, самый крупный специалист по ВИЧ-инфекции в России, призывает не доверять теориям заговора. Их в любом случае уже невозможно проверить. А Меркьюри не первый и не последний в чёрном списке жертв. Из известных людей, которые сочли возможным сделать публичным достоянием свою проблему со СПИДом, мне на ум приходит тот же Рудольф Нуреев, актёр Ролл Кхадсон. Но, к счастью, вот такого вала болезней или вала смертей или какой-то эпидемии смертей от СПИДа среди селебритис, ну, к счастью, вот не было. Тайзи Казимов, знаменитый писатель, тоже умер от СПИДа. Но, видимо, получил с переливанием крови этот вирус. Поэтому, конечно, ни о каком специальном заражении речь не может идти. Но часто очень боятся, что есть какие-то спид-террористы, которые заражают других и вечеринфекцией. Но на самом деле документальных свидетельств подтверждено, что кто-то преднамеренно хотел заразить кого-то, ему это удалось, у нас нет. В любом случае, компания по борьбе с безжалостной болезнью не снижает оборотов. Сейчас только в России в год уходит 18 миллиардов рублей на лечение 110 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но уже нужно порядка 40 миллиардов, чтобы лечить всех, кто в этом нуждается. Человечество играет в такую игру, которая очень выгодна для определенных структур, фармкомпаний, потому что под это можно получить деньги. А потом манипуляция на страхе, она всегда срабатывает. Во всем мире открыто огромное количество центров, где лечат инфицированных, дают им поддерживающую терапию. Однако часть врачей уверенно заявляет, курс лечения окончательно разрушает пошатнувшуюся иммунную систему. Статистики огромное количество больных, которые получают эту терапию, они просто не выдерживают. Они погибают именно от этой терапии. Терапия настолько токсичная, что она разрушает все ткани и органы человека, и она не улучшает состояние больного, который имеет вот это иммунодефицитное состояние. Я знаю наркоманов, которые 20 лет сидели на игле, в какой-то момент перещелкнули, они отказались от этого, и все у них в порядке. Они ведут прекрасную жизнь, социальную, успешную, и дети есть. То есть вокруг СПИДа очень много мифов, очень много коммерции. У сторонников официальной версии убедительные аргументы. Препараты, которые, которые, к сожалению, надо постоянно принимать, они подавляют размножение вируса. Недавно умер один известный очень артист народный. Он должен был умереть 15 лет назад, потому что у него уже настоящий СПИД был. Если человек регулярно принимает эти препараты, он может дожить, но если не до старости, как глубокое, то до средней продолжительности жизни. медики США решили выяснить, сколько лет проживет инфицированный вирусом иммунодефицита. Эксперимент с обезьянами их ошеломил. Заражали обезьян и смотрели, когда обезьяна сдохнет от ВИЧ-инфекции. Оказалось, что обезьяны от ВИЧ-инфекции не дохнут. Но если их перестать кормить, то они не дохнут. У них развивается спин. О результатах этого эксперимента не писали в прессе. Лишь некоторые исследователи смогли прочесть о них мелким шрифтом в заштатных медицинских журналах. Смелое предположение некоторых врачей о том, что от ВИЧ-спида спасет гомеопатия и здоровый образ жизни находят все больше приверженцев. Они просто регулярно делают анализы, анализы все время в норме, чувствуют они себя прекрасно и не считают весь тот мусор, который написан «Если вы не будете пить антивирусные препараты, вы обязательно умрете». Когда же медики победят ВИЧ? Почему тысячи лабораторий трудятся над этой проблемой, а результат равен нулю? Против большинства вирусов сейчас нет лекарства и не нужно еще забывать то, что вот эта вот нуклеиновая кислота в вирусе очень быстро перестраивается. То есть мы от гриппа что-то там придумали, какое-то там лекарство, казалось бы, мы его победим, все, ничего подобного. Так может быть, человеческий организм сам изобретет способ защиты. За последние годы рост числа ВИЧ-инфицированных в Европе по некоторым данным снизился на 40%. Мы же каким-то образом научились переносить грипп, от которого умирали в средние века. Ведь все время против любого вируса все-таки организмы вырабатывают различные какие-то защитные свойства и вот эта вот защита она от организма все равно через некоторое время появляются люди приспособленные бороться с этим с тем или другим вирусом. А спид-диссиденты убеждают в нашем организме сотни различных бактерий и вирусов и с ними можно жить долго и счастливо. Да, это вирус это маркер который показывает что в организме ну как это флажок нам да с этим флажком мы можем до конца жизни проходить а может это реализоваться в спид что вы своим образом жизни поведение вы подвели организм под то что вы можете реализовать спид но реализуете или нет это по-разному будет. Спид не проблема врачей и вирусологов а лженаучный терроризм так заявил в своем интервью президент итальянского сообщества психологов Луиджи де Марчи на программу ВИЧ спид тратятся многие миллиарды долларов но за 30 лет больше вопросов чем ответов и мы по-прежнему не знаем откуда он появился как он передается и чем его лечить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин